Здравствуйте, друзья! Вы на канале Riot Fury MMA. Нас уже 82 тысячи, друзья. Это огромная цифра. Спасибо, что вы с нами. Без вашей поддержки этот канал не существовал бы. Но перейдем к выпуску, друзья. В этом выпуске мы перевели для вас интервью с Дастином Парье о его предстоящем поединке с Хабибом Нурмагомедовым в Абу-Даби на UFC 242. Если вам понравится перевод, не забывайте ставить лайки, друзья. Это огромная мотивация для нас. Не буду вас отвлекать. Всем вам желаем приятного просмотра. Спонсор показа – компания 1Х. У них всегда большие коэффициенты и быстрые выплаты. А по промокоду Riot Fury вас ждет крутой бонус. Переходите и регистрируйтесь. Все ссылки в описании и в комментариях под этим видео. Знаешь, моя жена будет там, моя команда будет там, но я буду только один, который будет выходить и драться. Знаешь, за моей спиной может быть целая толпа, но это не поможет мне простоять те 25 минут, которые я там буду. Да, это иногда удобно очень, когда ты приезжаешь за неделю до боя с семьей. Но я иду туда за одной целью. И это чтобы забрать свой пояс, чтобы мне подняли руку. Давай поговорим насчет Абу-Даби поподробнее. Есть ли какие-то трудности? Поехать туда. Да, конечно, разница во времени. Это очень долгий перелет. Но какие-то другие трудности испытываешь ли ты? Температура. Я думаю, это будет очень сухо. Очень сухой воздух. Твои легкие чувствуют по-другому это. Совершенно другое. Особенно, когда ты делаешь быстрый забег и пытаешься сделать вдох. Испытываешь другие ощущения. Это... Это может быть. Вот что меня заводит, если честно. Я хочу узнать, поехать туда и... И понять, какие вызовы меня ожидают. Я готов к этому. Я принимаю вызовы. Ты поехал туда и встретился с неоспоримым чемпионом. Ты был временным чемпионом. Чувствуешь ли ты то, что чемпионство UFC сидит на этом кресле сегодня? Да, на сто процентов я чувствую, что являюсь чемпионом мира. И почему же так? Потому что у нас были люди, которые говорили в прошлом. А это временный титул. Меня называйте после настоящего. Но ты четко определил грани этого пояса. Почему ты другой? Я чувствую по-другому. Часть этого пояса представляет меня. Этот пояс является частью меня. Просто через что мне пришлось пройти и с кем я дрался. Зато время, слезы, кровь и все, что я оставил в том октагоне. Здесь все по-настоящему. Я настоящий чемпион мира, как и он. И это супер бой для меня. Вот как я это чувствую. Все билеты арены распроданы. И как мы договаривались, его строят посреди пустыни в Абу-Даби. Принцы, шейхи, все будут там. Знаешь, это просто безумие. Как в фильме Рокки. Парни, которые с ним дрались в прошлом, они совершали ошибки или у них не было просто каких-то навыков? Сложно сказать, мужик. Много. Много парней, с кем он дрался, имели навык и побить его. Бои непредсказуемая вещь. Здесь играет одна ошибка. Его мог побить кто угодно. То, как идет у меня тренировочный лагерь, я начинаю осознавать, какие ошибки они совершили. Я в лагере был только недели, но я заметил, что я много внимания уделяю конкретным позициям и маленьким деталям в этих позициях. Я могу видеть, что если парень дерется с таким доминирующим парнем, как Хабиб, не все, конечно, но они слишком заостряют свое внимание на защите и то, как сохранить себя в безопасности. Это, как ини-янь, все должно быть в балансе. Если ты только волнуешься об этом, то ты не показываешь свою лучшую сторону. А что лучше всего я умею, это наносить ущерб. Я не могу позволить, чтобы все мои мысли были направлены на то, чтобы мне не сделали тейкдаун. И чтобы это как-то повлияло на мои сильные качества. Мне нужно держать его на дистанции, и я знаю об этом. Я осознаю все эти вещи. Я считаю, что я являюсь лучшим бойцом в мире. А какой подход у тебя на тренировках? Потому что ты сказал, что ты хочешь быть в таких ситуациях, но ты слышал от других бойцов, что это была ошибка, что они слишком были сфокусированы на одном. Как ты все это балансируешь в своем тренировочном лагере? Это, это просто мой разум. Я знаю, что мне нужно идти вперед. Я знаю, что мне нужно искалечить этого парня. Не ждать, пока он устанет, или пока он совершит ошибку. Как я говорил раньше, мне нужно находить пробелы. Этот парень очень хорош в том, что он делает. Мне нужно заставить его, чтобы он совершал ошибки. И для этого мне нужно поставить его в трудные ситуации и оказывать давление. Но это бой, и мне нужно поставить все на кон, чтобы так произошло. И я это собираюсь сделать, я обещаю. А на этом я прощаюсь с вами, ребята. До следующего выпуска. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, а также включить колокольчик, чтобы увидеть выпуск первыми. Всем пока!